Добрый вечер, друзья! С ночного хайвея Светлана зачитывает вам вопрос Здравствуйте, Михаил Вы неоднократно говорили про то Кто такой хороший эмигрант, а кто не очень В преддверии розыгрыша в девилотерее Хотелось бы еще раз поднять эту тему в таком разрезе Кому стоит или не стоит играть И играть вообще Например, некто не в состоянии заполнить заявку самостоятельно И пользуется услугами агентств И не в состоянии посчитать, сколько ему денег нужно на первый месяц Или посчитал, но не скопить, не одолжить такую сумму Он не в состоянии Выходить из зоны комфорта не собирается И так далее и тому подобное Уверен, такое видео будет полезно новичкам канала Заранее спасибо Уж совсем такого нарисовал Ну да, так что-то запрашиваю Я, знаете, вам что расскажу? Я вам расскажу анекдот Как, ну это старый такой Конца 60-х, там начало 70-х Парень там Подкатывается к Полу Маккартни И говорит, Пол дает ему бумажку 100 фунтов И говорит, ты знаешь, после концерта там на выходе Ты когда там будешь выходить А я там с девушкой буду проходить мимо Ты мне просто крикни там Привет, Джон И все, вот тебе 100 фунтов Ну, просто вот так Не служба в дружбу Ну и Маккартни как-то Ну, ладно Значит, известность обязывает Выходит из этого помещения Там служебный выход Ну, а тот действительно с девушкой И он, Пол Маккартни Ему кричит Эй, привет, Джон А тот поворачивается и говорит А пошел ты нафиг, Пол Маккартни Вот Значит, это мне напоминает Эту ситуацию с человеком Который в гринкарту играет, знаешь То есть, вот он играет Заполняет, агентство платит А потом раз и не поехал никуда Знаете, денег у него не было Там не было, того не было Мне это напоминает такую ситуацию Вот он усилия Мне вот не нравится Мне нравится гораздо больше Добрый человек, кто зачем приходил Добрый человек Ты зачем? А, это да Это другой Это когда, значит, там Зэк Где-то там в Сибири Я не знаю, в Якутии Сбежал с зоны Шел, 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 шел Там по тундре Я не знаю И чум Там, значит, ну Человек живет в чуме Он, значит, чукчу, допустим Условно Он чукчу побил Значит, там продукт собрал С собой жену изнасиловал И пошел И чукчу побитый Выползает из чума И кричит ему вслед Добрый человек Ты зачем приходил? Да, есть такой тоже Значит, ну, давай по-серьезному Значит, я на самом деле не говорил Кто такой хороший эмигрант И кто такой плохой эмигрант У меня таких категорий даже нету Вообще таких категорий нет Вообще таких категорий нет Но, может быть, какой-то человек этим оперирует Но не я Это точно Значит, мы говорим, что есть люди лучше подготовленные К эмиграции И люди хуже подготовленные к эмиграции Но одновременно с этим Есть у людей разное Как сказать Понимание того, что для них успешная эмиграция Один хочет приехать и зарабатывать много денег Может быть, ну, совсем много денег Там, недвижимость какую-то там завести Еще что-то А другой человек Выполнял какую-то простую совсем работу Ну, простую И он, в принципе, будет доволен Выполнять такую же простую работу Ну, вот, допустим, в стране Где уровень жизни человека Выполняющего совсем простую работу Повыше Вот он может, допустим, там В подсобке работать на стройке Ну, не подсобке Подсобным рабочим Света мне говорит, что надо бы его объехать впереди Я объеду Ну, просто сбоку мне мешает Он уже вообще остановился Света Значит, я контролирую ситуацию на дороге И вот, значит Да Поэтому Человек, который не может заполнить сам формочку И нанимает агентство какое-то Которое в эту формочку заполняет Может впоследствии быть гораздо более успешным иммигрантом Чем какой-нибудь яйцеголовый, там Рафинированный умник Который потом при первых же трудностях Начнет хныкать И говорит, что все ему обязаны И что его не оценили Такого неоцененного Еще обратно уедет И будет всем говорить Что Америка дерьмо Понимаете Совершенно непонятно Кто из них будет успешнее в иммиграции Давай я скажу Давай, Светлочка, конечно Мне кажется, что успешный иммигрант будет тот Который не может там оставаться А может только уехать И у него так У него будут, конечно, трудности И со сбором денег И с заполнением бумаг Но у него будет настолько сильная мотивация Желание уехать, что он все преодолеет И это и есть единственный главный критерий Больше нет ничего Потому что есть люди, которые Ой, тут зачесало Знаешь, у меня приятель уехал А может он тоже уехать Вот у них возникают непреодолимые трудности Потому что у них это Ну это просто как вот А не поехать ли нам тоже А не поехать ли нам тоже Это не работает Должно быть действительно глубокое Внутреннее желание уехать И невозможность видеть себя Ну, статный рефлекс, конечно, не лучший Так сказать, поможник в этом деле Но, еще раз Каждый человек для себя решает Никто никому не обязан Понимаете? Никто никому не обязан Играть в лотерею Или не играть в лотерею Я вот слышу часто Какие-то разговоры Типа, эх Зачем же ты играл, если тебе не нужно А я вот не выиграл Там туда-сюда Ну, послушайте Количество выигрышей с запасом идет Вот буквально пару дней назад Разослали письма Другой, там, группе номеров Которых не объявили Их разыграли 1 мая Но им не сразу объявили А вот сейчас они глянули, не хватает Они еще добавили Понимаете? Нет такого Сколько бы людей не отказались От своих планов Там уже достаточно народу выиграло Понимаете, какая история? Поэтому, отказываясь Или там не, ну, меняя свое решение Эти люди просто освобождают дорогу Тем, кто уже выигрывал Все равно Их уже выиграл Поэтому никто никому не мешает Никто никому ничего не должен Каждый человек может в какой-то момент Передумать И я больше скажу Я, поскольку много лет на форуме Говорил про УЕС Очень активно Там читал все подряд И писал много тоже И так далее Сейчас, конечно, у меня времени просто столько нет Но вот я помню истории Когда люди Которые ни одного лишнего дня Оставаться не могли Вот там, где они были И как они рвались в Америку Боже И все за ними смотрели Как они едут И радовались за них И говорили Вот, наконец-то, человек Который выстрадал И вот он приезжает И чего он себе думал Я не знаю Но ему все плохо Понимаете? Все плохо Кто мог подумать? Понимаете? Казалось бы Мотивация Уже все Ну, я не знаю Ну, все И уже он друзей там нашел И они его встречают И вот дальше так Может быть, тогда было меньше информации Все-таки на форуме Ну, послушай Это было совсем недавно Совсем недавно Сейчас уже настолько Просто, я не знаю По-моему, уже люди просто Видят себя здесь живущими Уже все видят Чувствуют запах, цвет По сравнению По сравнению с тем Что было 5-6 лет назад Безусловно За последние 3-4 года 3-4 года Особенно 2 года Появилось невероятное количество блогеров Видеоблогеров Которые вот так визуально все показывают И ты видишь хайвей И ты видишь небо И ты видишь деревья И ты видишь травку Ну все, видишь, понимаешь И ты уже Ощущение, что ты сам по улице идешь Добавился видеоряд к этому Ко всему, конечно Ко всем этим историям И, собственно, мы на самом деле Первые начали это делать так массово Потому что мы начали снимать видео О приезде людей в Америку Те самые с форума, понимаешь И мы дали визуализацию Вот они, эти ребята Мы их знаем по форуму Вот они приехали А вот они пошли на первое интервью А вот они получили первую работу И так вот Так вот Я согласен с тобой в том Что сейчас еще более выпуклое это все стало Но ты никогда не знаешь Пока ты не приедешь И шкурой своей, да Не поучаствуешь Но я бы сформулировал бы Может быть один принцип Который не то чтобы не очевиден Но тем не менее Как вам сказать Может быть о нем не так много говорят Как надо было бы говорить Я скажу такую вещь Хороший иммигрант С точки зрения перспектив Так с этим и так далее Подготовленный иммигрант Это такой иммигрант Который не зависит ни от кого Понимаешь Если он едет И он говорит У меня там живет брат Или у меня там живут друзья И вот они мне помогут Это и это Как только ты говоришь Мне помогут Да Как только ты начинаешь зависеть От какого-то внешнего фактора Ты обязательно сорвешься Тут сорвешься Там сорвешься Здесь сорвешься Не доработаешь сам Нет Самое главное Что ты будешь ожидать Какой-то помощи И совершенно не обязательно Что та помощь Которая тебе будет оказана Будет соответствовать твоим ожиданиям Да Может быть эта помощь Будет совершенно гениальная И ты поймешь Что к черте есть ли Но в тот момент Когда тебе будут оказывать Эту помощь Ты можешь думать Боже Если бы я знал Я бы вообще не поехал Ключевые слова Рассчитывать на себя Да Если ты рассчитываешь на себя И дальше тебе кто-то помог Ты говоришь Боже Какое счастье Мне еще кто-то помог Хотя я даже и не рассчитывал Больше того Чем больше ты рассчитываешь на себя Тем больше людей вокруг Хотят тебе помочь Понимаете Помогать человеку Который на себя не рассчитывает Это значит На самом деле Сделать за него Понимаете Помочь Это не то же самое Что сделать за тебя Сделать вместе с тобой понимаешь это одно а сделать за тебя это совсем другое и вот когда у людей начинаются вот такие ожидания несбывшиеся то конечно уже проблема и вот я бы сказал что вот хорошо подготовленный человек это человек которого ожидания не расходятся с реальностью вот пару дней назад делал видео о том что надо жить в реальном мире вы можете приехать без языка это не страшно здесь есть люди которые по 10 лет живут и языка так и не выучили но у них уже дома собственные есть они еще и нелегалы при этом такое такие тоже есть люди ничего страшного то есть можно жить и так тоже конечно лучше с языком кто же говорит вот язык теперь что еще какие-то осложняющие обстоятельства да вот могут быть люди с грин карты и у них нет ни клеится могут быть люди без грин карты там туристы я не знаю там какая-то виза просроченная там еще чего-то и у них клеится поэтому что тут сказать вот рассчитывать на себя но конечно есть вещи которые как бы сказать ну права надо иметь ну чё ты вот приехал никогда в жизни прав не был я вижу людей постоянно они приезжают у них там никогда прав не было не там машину него не ну пойди сдай экзамен это ну покатайся с инструктором накатай там 20 часов ну шо ж такое-то это же намного проще чем здесь и дороже тут это все вот ну и конечно язык что можно в том-то тому-то надо подучить но мы сейчас говорим о том играть в лотерею или не играть в лотерею вот о чем речь идет да вот кому есть смысл играть а кому нет смысла играть значит я думаю что ответ на этот вопрос такой если человек считает нужно играть то вот он и есть единственный судья который решает играть или нет значит если он не может заполнить и решил кого-то попросить значит он за решил попросить нет проблем есть люди которые нанимают какую-то контору которая каждый год там за них заполняет я знаю люди которые выиграли таким образом они дни не в курсе были там кто-то за них там файл а когда они узнали что выиграли они подумали решили ехать и такие люди бывают никто никому не может сказать играть тебе или не играть давай вопрос кому играть кому не играть дело в том что лотерея это не единственный способ иммиграции конечно человек решил иммигрировать это он должен делать ковровое бомбометание то есть он должен рассматривать все возможные варианты в частности играть как лотерея это один из вариантов да поэтому вопрос не стоит так вот играть ему или не играть ехать ему нет нет он собрался ехать и он здесь он подучивает язык тут он учится водить машину тут он делает то да тут он заполняет анкету тут он ищет жениха ищет все варианты тогда какой-то вариант у него обязательно случится я всегда соглашаюсь с тем что ты говоришь хочу выделить отдельно одну категорию людей одну категория людей которые они в принципе хотели бы но у них нет оснований никаких других вот кроме как если не выигрывает они будет основания а если не выигрывают то не будут это первое второе они не в состоянии ничем больше заниматься реально не в состоянии у них нет вот этой энергии понимаешь чтобы вырваться из этой потенциальный Дело в том, что наличие green card совершенно не гарантирует, если у них нет энергии, что у них все будет хорошо. Постой, постой. Нет, конечно. Но у них нет энергии на то, чтобы заниматься эмиграцией вот так. Но если, допустим, они что-то выиграют, они сели и поехали, понимаешь? А допустим, ехать и полгода с семьей находиться здесь, жить нелегально и получать политическое убежище, они вот так, они не могут. А им и визу никто не даст. А у них, допустим, четверо детей. Вот сколько тут баптисты, верующие люди приезжают, у них громадные семьи. Так так он лотерею выиграл и все. Просто я к чему говорю? Есть люди, для которых лотерея в их конкретных обстоятельствах, это единственный способ. Это правда. Но вопрос уже вот в чем. Да. Что если они в своей голове зациклились только на лотерею, то, скорее всего, они и не выиграют. Не факт. А вот если рассматриваешь какое-то пространство вариантов, то один из вариантов обязательно у тебя случится. Такое ли, такое ли. А вот так вот сказать, о, вот либо лотерея, либо я не еду, очень-очень маленькие шансы. Тем не менее, есть люди, которые могут рассматривать еще что-то, а есть люди, которые говорят, ну, действительно, вот, ничего больше я не смогу. Это есть такие. Часто, вот я вижу, да, разговариваю с людьми, которые выиграли грин-карту. Часто бывает так, что муж, например, очень хотел ехать, а жена сильно не хотела и боялась. Это сплошь и рядом. Да, это сплошь и рядом. И вот они вот, именно потому, что у них не было отягощено вот это желание уехать, оно не было отягощено желанием жены тоже уехать. То есть они не были одержимы этой идеей. Да, не было сверхдавления вот на эту вот грин-карту, да, то они выигрывают и совершенно неожиданно, ну, и дальше уже у них меняются. Ты посмотри, я же вот, вот вчера, что ли, я видео записывал про иммиграционный треугольник. Он любит Америку, значит, она любит его, но ей дома хорошо, понимаешь? И вот тоже вот такая ситуация, что жене и так хорошо. Да, ну, может быть, такие вот, потому что те, которые просто считают... Ну, он говорит, что я, когда проверял номера выигрышные, у меня внутри все замерло, потому что я подумал, что если я выиграю, то что же с женой-то будет, понимаешь? Он испугался, поэтому не выиграл, да. Но вообще мир устроен очень интересно, и вот это вот соответствие желания выигрыша, кто выигрывает, как выигрывает, есть там какие-то закономерности, слаб просматривающиеся, но есть, есть. Света, мы на самом деле давай вернемся к исходной теме, и исходная тема вот у нас была, кому, значит, играть, кому не играть. Вот, это уже как бы немножко... Никто выигрывает, никто выигрывает тема. Это ты тоже хорошо говоришь, но вот больше на тему, у кого шансов больше, а мы говорим на тему о том, кому играть, кому не играть. Значит, я думаю, что постановка вопроса неправильная и как бы и нехорошая. То есть мы беремся судить, да, чего другим людям делать. Это, в принципе, неправильное занятие. Заниматься надо собой. Вот, если кому-то нужно помочь, допустим, вот, нам нужно ему помочь. Это не важно, насколько осмысленно это или не осмысленно. Я вам могу сказать, знаете, еще что, вот, вы представляете, как много народу через нас проходит через школу. Ну вот, грубо говоря, там по 400-500 человек в год, вот только здесь, на кемпусе. То есть это люди, которых мы знаем в течение нескольких месяцев, мы их видим, там, несколько дней в неделю и так далее. И мы достаточно хорошо представляем, что за народ. И я вам могу сказать, что редко, редко, но бывает такое, что вот мы все садимся, начинаем обсуждать, что там, и вот так вот люди руками разводят. Мы разводим руками, мы говорим, ничего сделать нельзя. Что с ним будет, как, ну, ну, то есть, вот, не видим, как можно человеку помочь. А он упорный. Я вам скажу, если он упорный, его ничто не остановит. Вот он пошел и все. И кто бы, чего бы ни говорил, и вот даже мы, которые там 20 лет этим занимаемся и уже говорим, ну, не вижу, да. А человек идет и находит. Потому что всегда, когда, вот, посыл есть правильный, да, значит, он приходит к цели. И никто судить его не может. Вот он такой, какой он есть. Знает язык, не знает язык. Образованный, не образованный. Умеет там в скайпе, не знаю, там с кем-то поговорить или не умеет. Не нам судить. Вот я, например, не берусь. Я так много всего видел в этом плане, что я судить не берусь. Значит, хочет играть, пусть играет. Света, ты согласна с этой мысль? Ну, послушай, трудно не согласиться. Да, как писал Ленин про Карла Маркса в известной работе «Карл Маркс», она начинается с этих слов. Он писал, учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Вот. И в этом смысле Света со мной согласна. Потому что мы говорим о правильных вещах. О правильных вещах говорим. Ребята, значит, приближается розыгрыш. Я надеюсь, что всех, кто нас смотрит, ну, кому хочется. Конечно, если человек просто так ходит, там, что-то посмотреть об Америке, ему не надо. Вот. Но все, кто, как бы, имеет в голове иммиграционные какие-то намерения, я надеюсь, что это люди, которые будут играть в лотерею. У нас все видео, которые посвящены этой тематике, там в 3-4-5 раз больше просмотров. Вот. Так что я надеюсь, что они будут участвовать. Я надеюсь, что они выйдут в один. Мечта. Мечта. Плейлисты, можно посмотреть старые видео на эту тему, если кому-то кто-то... Ну, Светик, я думаю, что и старые есть, и... Есть много плейлистов, на самом деле. Вот. И есть видео, как заполнять анкету, где Раевский рассказывает, как это делать. Мы посмотрим, если анкета вдруг изменилась, как-то заметно, то мы тогда с ним новое видео запишем. Может быть, я сам запишу. Так бы, посмотрим, как произойдет. Но мы то, что можем, ребят, мы сделаем для того, чтобы у вас было и настроение в этом смысле хорошее, и информации достаточно. И я напоминаю, что 22 числа сегодня у нас 16 пятница, а 22 в четверг у нас будет в офисе Светланы Каф. Мы с ней запишем сколько-то сюжетов. Вопросы, которые вы задавали, там тоже мы попросим ответить. И это не будет трансляции, потому что в трансляции там, как бы, эффективность по времени не очень высокая. Много таких вопросов по сто раз отвечено, поэтому мы сделаем так, более концентрированным. Так что, все, что можно, значит, вы у нас на канале найдете. Счастливо!